Приветствую вас и знаете, отвечая на ваш вопрос, нам нужно сказать следующее. Во-первых, сексуальность или лучше можно сказать возбуждение у женщины сознания и женщина испытывает желание тогда, когда она расслаблена, когда она чувствует себя комфортно, когда у нее все в порядке, когда ее мужчина устраивает во всем и когда все происходит так, как ей нравится. Речь не я имею ввиду. Если у вас вот что-то не так, если у вас что-то не соблюдается из того, что я сказал, то наша проблема в этом. Не менее важно и то, были ли между вами ссоры, были ли между вами какие-то обиды, конфликты, проблемы и так далее. Потому что, например, женщина, как правило, довольно негативно и отрицательно реагирует на конфликты и в результате этого вполне логично может перестать своего мужчину хотеть. Ну, это вот такая особенность именно женщины. То есть, если были ссоры, то, значит, ссора вполне могла стать причиной того, что вы его больше не хотите. Кроме того, вы называете довольно конкретную дату, то есть вы называете конкретное время, когда вы перестали выходить. И я думаю, что это тоже довольно серьезный момент. То есть, если вы знаете, когда вы точно перестали выходить, то, соответственно, наверное, знаете и то, что тогда происходило в то время. И, правда, я думаю, что, я думаю, что нет, не будет никаких проблем с тем, чтобы проанализировать, что тогда было. Что тогда и какие события имели место быть тогда. Что, как бы, вас, значит, от человека ополкнуло сексуально. Значит, следующее. Это поведение постели. То есть, очень может быть, что мужчина ведет себя, ну, в постели как-то вот не так, как вам нравится, как не так, как вам вообще, там, хотелось бы и вас это раздражает. Вы знаете, вы сделать ничего не можете, потому что, ну, вроде как, уже привыкли, да, вроде как уже, вот так вы живете и живете, в принципе, ну, довольно давно, да. Но вас это удовлетворяет креста, а мужчина продолжает это делать. Здесь, конечно, ставит вопрос доверия, то есть, насколько вы говорите мужчине, что вам не нравится то, что происходит, насколько вы открыты ему, насколько вы доверяете человеку, насколько вы можете поделиться с ним вот тем, что у вас, например, есть, насколько вы можете рассказать ему о том, что вас, ну, беспокоит, например, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если вы не можете, то, понятно, в отношениях нет доверия, если в отношениях нет доверия, то, соответственно, откуда здесь может взяться сексуальный жиланд. Вы не раскрываетесь, да, человек слушает, например, только себя и делает только то, что, там, нужно ему, а не вам. Ну, где здесь возможность для доверия, для какой-то активной сексуальной жизни. Понятно, что ничего этого быть не может. Вот. Значит, это вот такой момент. Далее, то есть, отсутствие разнообразия. Конечно же, отсутствие разнообразия, это очень серьезный момент. То есть, если вы хотели чего-то в мышлении, или если вам это стало нравиться что-то, вот, а он не хочет ничего менять, его все устраивает, то, соответственно, опять же, откуда, откуда воскнутся желание сексуальное, да, если вы не видите, что, если вы видите, что мужчина не горит вообще никаким желанием делать вам приятно. Ну, то есть, это вот такая ситуация, да, такие моменты, когда пара, она, как бы, вот, привыкает уже друг к другу и, в общем, все становится обыденным, рутинным и пропадает желание в остальное трудоводство. Тем более, что вы говорите, что встречаемся с парнем с четвертый год. То есть, ну, скорее всего, у вас, вот, как мой коллега сказал, да, у вас там есть желание, есть ожидание к мужчине, что вот раз в четвертый год встречаетесь, ну, наверное, хотите уже какого-то развития отношений, а развития отношений никакого нет и, соответственно, вы чувствуете, что время идет, время идет и, в общем, оно впустую проходит, ничего не меняется, ничего не развивается, и так далее. То есть, это такая вот очень, ну, в общем, распространенная довольно проблема у пар, когда женщина мужчине сразу дает все, что ему нужно, а потом все получается, что он ничего не делает. Зачем ему что-то делать? Если у него и так уже все есть, вы сами подумайте, вот, мужчина он... Мужина это вообще такое существо, что не будет ничего делать. Если ему нравится все, если его все нравится, то из своей зоны комфорта мужчина выходить не будет никогда. Это непрактично. Мужина не делает того, что не нужно. Вот исключительно только то мужчина делает, что обусловлено чем-то. Вот если чем-то обусловлено, да, 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 можно, можно сделать. Не обусловлено, все, делать не буду. Вот. Поэтому, если вы, вы, вот, перестали, скорее всего, чувствовать в своем, в своем мужчине, мужчину. Так вот, такой, знаете, немного, немного, большой буквы. То есть, он для вас не делает ничего такого, что можно было бы назвать мужским-мужским поведением. Он для вас ничего этого не делает. И вы, соответственно, перестали его хотеть, потому что перестали видеть его в мужчине и перестали, соответственно, себя с ним чувствовать с женщиной. Вот. И вот, это 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 вот желание. Ну и, опять же, в этой всей ситуации я бы вам рекомендовал бы сделать небольшой перерыв, строго в отношениях, то есть, ну, отдавиться от него немножко, показать ему, что вот, вам неприятно что-то и, ну, и так далее, да. То есть, просто вот, показать ему, что вы не удовлетворены. И посмотреть, как он будет сюда и будет ли вообще что-либо делать. Потому что, потому что, может быть такая ситуация, что он не делать ничего не будет, что он уже с вами идет, потому что его все устраивает. Если так, то зачем тогда такой мужчина нужен вам? Я думаю, вы со мной согласитесь. Вообще, то, что у вас, это однозначно кризис, кризис отношений. Четыре года срок большой, если развития никакого нет, то соответственно, вот вам и дотухание всего, что связано с сектой. Так что, подумайте, постарайтесь все-таки как-то вот пересмотреть свою позицию в отношениях, и сделать ее более, так называемой, так сказать, ценностной, более, так сказать, адекватной, более, скажем так, ценностной по отношению к себе, именно к себе. И тогда, я думаю, в вашей жизни начнется меняться и меняться в лучшую сторону. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok